Всем привет! С вами Мария Анна Париджи и это моя рубрика Агентство моделей. Сегодня мы в гостях у Интермоделс. Агентство одного из немногих, которое представило своих моделей на Мировой Неделе Моды. Так и говори, продала модели в рабство вместо института. Девочка метр шестьдесят девять, но она вот очень хочет реализовать себя. Не. Знаешь, вам учебовый заклад. На идее все сто процентов быть успешно реализованы. От трех тысяч долларов до шести до десяти тысяч, в зависимости от страны. Как обращаться? Светлана? Звичайно, до меня звертаються Світлана. Світлана? Да. Когда еще была молоденькая, да, и там добавить собі статусу Світлана Михайловна, так, я просила звертаться до меня Світлана Михайловна. Но сейчас иду своего статуса достаточно, и досвідов уже достаточно, поэтому, Світлана, ок. Отлично. А Світлана, расскажите, пожалуйста, нам, какая на модели Интермоделс? Ну, сперш за все, это личность, которая хочет действительно реализовать, абсолютно щиро реализовать себя в этой сфере. Ну, если это девочка, метр шестьдесят девять, но она вот очень хочет реализовать себя. Не. Ну, на первом месте что стоит? Да, все верно, абсолютно. На первом месте, звичайно, основою є це ріст и век. Завжди для меня это та сама, ось така, ну, абсолютно рівна. Скажите нашим зрителям, какой это должен быть? Это пропорция, однозначная пропорция, бо если я разглядаю девчинку 14-ти роков, то ріст має бути уже від метр семьдесят двоих и выше. Если до нас звертається девчинка, або мы находим 16-летнюю девчинку, то это уже має бути метр семьдесят пять, метр семьдесят семь. Тобто ріст век, це йде як база, а далі уже пропорції обличчя и особистість. Светлана, смотрите, сейчас поменялась немножко ситуация в модельном бизнесе, в мире вообще, да, я говорю о том, что все бренды начали заявлять, что они поддерживают абсолютно разные типажи людей, полные, с какими-то проблемами, возможно, да. А прокомментируйте вот эту тенденцию. Это просто тенденция сучасности. Сьогодні будем говорить про то, что мое быть бодипозитиво та самая модель на подъеме. Завтра там, ну, уже не завтра, и вчора, и позавчора говорили, что с какими-то певными там особливостями, да, зовнішнями модель будет класснующа. Но это дань часу, моды и все. И мы только его используем для своей властной наживы. Есть телевизионная картинка, есть фотокартинка, есть пропорции, на которые этот одежда будет выглядеть максимально эффектным, для того, чтобы его куповали. А скажите, если поступил такой запрос, у вас в базе есть такие модели, или у вас социальные сети приходят на помощь? Нема, нема. Вибачьте, так само, но на самом деле нема. Все, что мы предлагаем, это, будь ласка, подивите, вот девочка, возможно, еще сейчас, на сегодняшний момент, не в той форме, в которой нам мое быть, в которой мы ожидаем, там, а-ля 92 см в бедрах, ну, это мы можем запропоновать. Но мы честно скажем, что нас нема. В вашем коллективе как вы работаете? Какая экосистема вашей компании? Кількость менеджеров, в принципе, не то, что она изменяется, она только добавляется. У нас было два менеджера, которые изменили свою сферу деятельности, и, соответственно, от того, я искала другую особу. Поэтому, в принципе, тот склад, который сейчас у нас в агенции, это люди, с которыми мы уже работаем определенный час, которые надежные, которым я верю, которые поддерживают меня, которые, скажем так, создадут эту правильную экосистему агенции. Привет! Меня зовут Ирина. Я booker агентства Intermodels. Моделс занимаюсь моделями, плейсментом за границу. Сейчас более активно занимаюсь тремя моделями, которые свободны, закончили школу и готовы ехать. Поэтому они не поступили учиться, а будут ездить весь год за границу с контрактами. Так и говори, продавая модели в рабство вместо института. Они хотят занимать своей карьерой, ее развивать. Для этого нужно время и желание. И этим сейчас и занимаемся. Модель на пенсии. Моя пенсия началась в агентстве Intermodels. Да. Я раньше была моделью, сама ездила за границу. 10 лет никак не могла успокоиться. Мне очень нравилось быть моделью, путешествовать. Но я закончила свою карьеру. И теперь работаю в агентстве как букер. И учу девочек тому, кто умею и что знаю. Учу их позировать, ходить. Если кому-то нужно, по спорту что-то помогаем, по питанию, на собственном опыте. То, что знаем, умеем, прошли уже. Занимаюсь обучением. Привет, меня зовут Марина. Я в агентстве Intermodels работаю уже порядка 6 лет. Я занимаюсь международным плейсментом. Как бы не конкретно по какой-то стране. У нас такого нет. У нас у каждого есть свое количество моделей. И каждую мы промоутируем на ту страну, куда она бы сейчас могла поехать, где хороший рынок. Вот. Начинала с работы по Украине. Тогда у нас было меньше, но с каждым годом мы растем. И уже порядка 4 лет с половиной занимаюсь международной работой и международным плейсментом девочек. Привет, я Саша, скаут агентства Intermodels. С этим агентством работаю не так давно, но такое ощущение, что мы знакомы и работаем всю жизнь, так как мы разделяем одни и те же взгляды на то, какой должна быть профессиональная модель. И так как я работаю не на количество, а на качество. Очень тщательно отбираю всех, кого готовы пригласить к нам в офис. Но мы рады всем, кто соответствует нашим ожиданиям и нашим требованиям. Здравствуйте, меня тоже зовут Саша. Я букер в Intermodels, занимаюсь international placement и я работаю в агентстве уже около двух лет. Также занимаюсь фотосъемками, как стилист, и иногда снимаю девочек. Ну, сейчас, в частности, занимаюсь отбором фотографий для пополнения битвы. Общайтесь с родителями, говорите, что, возможно, вашей дочери не нужно бежать в институт, который вы ей выбрали. Возможно, если есть такая возможность, она может поездить, она может пожить в Европе, она может выбрать себе какой-то другой путь и реализовать его с возрастом, заработал денег, понял, наконец-то, чего я хочу. Как часто происходят такие разговоры с родителями и как родители откликаются на это? В основе закладывается, что у нас даже не отбывается этого состояния, что наш вам учебовый заклад, дайте нам дитине реализовать себя. Порахуйте, да, чи может каждая семья себе позволить адвансировать на три месяца пребывания за кордоном от 3 тысяч долларов до 6 до 10 тысяч, в зависимости от страны, это те деньги, которые адвансирует агентство за кордоном, чтобы девушка поехала, Родители понимают, что это шанс все-таки. Так, потому что мы можем хотя бы побачить мир. Реальность. Резные случаи складываются, однозначно, резные, но я благодарна батькам, которые дают возможность своей донечке ось цей шанс выкористать. Мы понимаем, что по физическим данным, внешним данным, у нее есть все 100% быть успешно реализованы. То есть вы гарантируете, что работа будет, если будут приложены какие-то усилия со стороны модели? То, что мы видим, нас полностью влаштовывает, поэтому мы сейчас нею. А мы только готовы допомогать. Как происходит процесс подготовки модели? Какой бюджет у нее должен быть для того, чтобы она стала моделью? Вот я девочка, мне 15 лет, я хочу стать моделью. Но, например, я не понимаю, какой бюджет для этого нужно? Нужно ли заканчивать школу? Как скоро я поеду? Кто мне что объяснит? То есть есть какие-то вот такие внутренние переживания, страхи? Расскажите, как у вас происходит процесс становления модели? Что вы вкладываете? Как вы занимаетесь? И что вы предоставляете девочке, которая хочет стать моделью? Из того момента, как мы уже поставили подписи на всех документах, визначается букер. И букер начинает свой шлях розвитку с цією моделью. То есть, враховывается век, враховывается, как далеко она находится от Киева, как часто она может сюда приехать, как каждый день может быть у нас в нашем распоряжении. И враховывается то, что обовязково майстер-классы, обовязково спілкувание, обовязково ось ця психологичная эта самая коммуникация, питание-відповедь, 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 дефиле, позывание, нон-стоп, нон-стоп. И как только моменты находят такие, что она и по параметрам, и уже вміє себя чувствовать перед камерой, мы сразу приступаем к тесту. То есть, этот этап может займать трехище больше времени из-за того, что девушка находится на отстани от Киева. Хтось швидше, потому что она тут близко. А кто инвестирует? Модель сама должна платить все затрати? Или все-таки вы инвестируете в модель? Это полностью лежит на агенции. Мы занимаемся цей системой, как так сказать, ее разведкой. где еще у нас денежного места, то она оплачивает свою дорогу. Всем привет! Я Марина, модель из агентства Intermodels. С агентством я познакомилась в возрасте 13 лет. Мы сюда пришли первый раз вместе с моими родителями, и Светлана мне очень помогла в этом плане, потому что в 13 лет мы втроем пришли, вообще ничего не понимая в этом бизнесе, что нам делать, но я всегда была высокой, стройной, и благодаря Светлане, благодаря нашим букерам они мне открыли глаза на этот мир, сказали, что да, у тебя есть шансы, надо немножко поработать, и вместе вот уже три года мы занимаемся над этим, готовимся к нашим будущим поездкам, будущим работам, и я уверена, что у нас очень много крутых проектов в будущем, и все у нас будет отлично. мечты, ну конечно же это все бренды, такие как Dior, Prada, потому что все возможно, но всегда надо с чего-то начинать, поэтому Азия это тоже отличный вариант, я понимаю, что это то, чем я действительно хочу заниматься в своей жизни, поэтому буду работать над этим, чтобы действительно развиваться в этой сфере, до скольки получится. Всем привет, меня зовут Катя, я модель Center Model, занимаюсь моделингом уже больше двух лет, я уже была в двух поездках за границу, мне очень понравилось, это безумный опыт, опыт общения с людьми, опыт работы в другой стране. Светлана, а сколько моделей у вас в Агенте? Всего здесь более 60 человек. А такие самые активные на этот период, которые или работают, или готовятся работать? Заводится приблизительно от 20 до 25, и решта это те, которые готовятся только. Каких моделей вы можете выделить у себя в Агентстве? Они сделали крутые шоу, они подписали крутые контракты, возможно, с брендами, кампейнами, что-то большое, что уже можно сказать, они более топовые в вашем Агентстве. Сейчас мы можем поговорить про Христину Пономар и Анастасию Терещенко, которым удалось приехать, прилететь в Италию, которые сделали Дольфе Кабана и другие показы. Как раз о них мы можем говорить. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова